Проколотил я вторую доску. Сейчас буду заниматься вставлением дуг. Немножко под солнышком потемнели, но это ничего страшного. Сейчас вам объясню, как это делается. Выставляете, чтобы ровно стояла дуга. Вот я спилил немножко, чтобы она равномерно была. Вот видите, структура, чтобы оставалась вот так вот, ни боком, ни как, чтобы не переламывалась доска. Сейчас вот это вот сношу, вот я прочертил по каждой доске. Здесь не получается уже это. Потом все равно еще подгонять и подгонять. Прилично. Все. Сейчас я вот это все выбираю до конца. И вот там, смотрите, в дальнейшем буду походу показывать дальше. Вот я прошел. Следующий уголок, вот так и будет у меня стоять. Сейчас, чтобы она не дергалась, ничего. Ровно стоял на месте. Видите, здесь вот так получилось. С первого раза не подходит никогда. Сейчас я буду потихоньку. Здесь все. Потихоньку, потихоньку, не спеша. Вот. Снимаю, где еще. Чисто уже карандашиком, без всяких подставочек. Сейчас я уже буду своим новым приспособлением вот этим кругом подшлифовывать. Здесь вот немножко. И потихоньку подгонять его. Думаю, еще разик-два-три за шлифовалочкой. Все. Это выпиливается, чтобы стекала вода. Там рваться это аккуратнее. Еще не нужно немножко стелить. Заведомо. Подогдал я обе дуги. Все уже. Сейчас вам пытаюсь объяснить. Все я уже разметил. Что мне надо сносить, что не надо сносить. Чтобы было понятно. После того, как все это карандашиком очерчено, все подогнано сюда. Здесь размечаете. Где она будет стоять уже. Чтобы потом засверлить там отверстие. Ну, когда ее убрать. Чтобы прикреплять. Потом. Вот здесь вот. Беру я уровень. простой, коротенький. Вот так вот уровнем. Выставляю. Вверх. И так на каждом углу. Отсюда. До сюда. Я беру 20 сантиметров. 200 то есть. Миллиметров. Прочерчиваю по всем сторонам. Потом. От 20 на 20. Прочерчиваю линию полностью. Своей вот этой маленькой приспособлой. Ну, можно простой линейкой. Метровой. Бруском ровным. Без разницы чем. Главная линия. От этой метки. По этой линии. Я отмечаю 9. Сантиметров. То есть 90. Я говорю, в сантиметрах. Чтобы понятно вам было. Потому что я все делаю в миллиметрах. 90 миллиметров. На всех сторонах. Потом. С этого же. Вывожу сюда на 9 метров. И прочерчиваю. Это будет наклон моих бортов. По большому счету. Я задаю угол бортам. Можно его уменьшить. Можно совсем сделать прямую. Но я попозже объясню. Почему я делаю такой большой развал. Во-первых. Площадь. При нагрузке. Увеличивается. Когда больше груза загружаешь. Она погружается в воду. И. Площадь. Постоянно увеличивается лодки. На нее. Больше. Намного больше нагружить. Если у вас. Борта будет прямые. Практически. Это как бы первый. Основной. Я считаю. Плюс. На каждый. Килограм. Ну как. Объяснить. думаю поймете плюс когда у вас лодка пустая совсем пустая допустим вы приехали уже на место разгрузились и чисто работаете рыбачить занимаетесь своей работой у вас все снова лодка поднимается здесь у нее небольшой то есть она скоростная получается маневренная хорошо ходит под шестом на ней рулить сетки там ставить не знаю но работать то как работает я думаю что люди меня поймут которые на таких водка занимались потом вот эта линия игры на 9 перенес здесь я не делаю то же самое абсолютно не делаю то же самое я беру вот представляю вот на этот угол сюда и здесь как вот ведь я отметил здесь черненькая сопоставляю вот это вот с этим а здесь у меня не прямой угол идет а вот это вот сопоставление линейки идет эта сторона с этим углом вот с этим а эта сторона с этим и вот он получается видите угол как у меня борт пойдет он все равно загибается сюда идет по доске вот это все Это сносится, когда борта прикрепляется, задается здесь угол, туда переносится и отсюда все, это уже живое. Вот это все я сейчас сниму. В принципе здесь по месту, раньше все время мужики все по месту это делали. Я сейчас приспособился просто на уголке ставить, это размечать, снимать, уносить опять к тиске и обрабатывать, убирать лишнее угол. Все это спокойно рубаночками, без всяких напряжений на доски. По большому счету мужики раньше прикручивали, прибивали гвоздями, это сейчас еще саморезы на это дело тратятся. Так, гвоздями прибивали и все. Я это снесу. Тут, сейчас что я вам объясняю, самое главное в дуге, смотреть структуру. Не знаю будет видно на камеру или нет, вот он рисунок структуры идет. Когда начинаете еще выставлять даже дугу, надо сразу смотреть так, чтобы у вас структура была. Вот она не перепиливалась, не переламывалась, чтобы не было ее так, она сюда уходила. Она потом здесь и лопнет. Под нагрузкой. Ну одна лопнет, ничего страшного с лодкой не будет, а вообще, чтобы прочнее она жестче была. Потом я вот, чтобы уходя из структуры, прочерчиваю, делаю, ну это вот под шесты. Сюда вывожу, я это все выпиливаю, вам покажу в готовности. Ну это, попозже. Сейчас пока на этом этапе все объясняю. Здесь я высверливаю просто, 35-м сверлом, лобзиком, все это выпиливаю. Обрабатываю, зашлифовываю, все красиво и аккуратненько делаю. Здесь только ничего не спиливаю, пока не навесится бортовая доска. На этой стороне тоже самое, абсолютно. Это вот ранец. Здесь можно меньше выпиливать, где... Потому что все равно, по большому счету, у вас здесь стоит бачок. Через него надо все равно скакать. Смысл здесь занижать полку, но никакого. Впереди, да, можно пониже, если вы работаете с напарником, чтобы ему было поудобнее. Но я думаю, ничего страшного. Лучше пусть она будет попрочнее. Вот как-то так. Надеюсь, я понятно объяснил. Открутил я их. Обработал по своей разметке полностью. Сейчас буду облагораживать, зашлифовывать все места. Под ружьишко, под шестик. Чтоб удобно было у лодки. Здесь тоже самое. Сейчас я их облагоражу и буду уже капитально сажать. Дальше покажу. Обработав корешки, я засверлился. Здесь подмочные гвозди. Прямо где четверть у меня вместе с доской. Не знаю, может и загнуться, не загнуться. Ничего страшного. Они у меня уже обработаны. Я их могу смело загнуть, и все прочнее будет. Здесь я потоньше троечки засверлился, чтобы знать, чтобы мне не промазать. Отсюда я буду уже гвоздиками потом приколачивать. Сейчас я это промазываю все клейком. Обработал, видите, все замечательно. Все обработано. Это лишнее спилиться только после того, как навесится бортовая доска. Ну, не то, что сама бортовая, уже полностью борта будут сделаны. Вместо с корнями это сносится позже. Здесь то же самое. Засверлил. Клейком промазывается, все стягивается. Готовности покажу. Клеек. Столер. ПВА-Д3. Бренд момент. Клей классный. 750 грамм. Это в районе 400 рублей. 750 грамм и стоит. Дорогущий он, конечно. Ну, как. Но он того стоит. Клей серьезный. Столярки, сколько мы его проверяли. Клей для дерева. Классный. Не то, что его постоянно там кисточкой промазывать. Вот так вот. Полосками наносить. Больше не надо. Гвоздь, он свое отработает, клеек. Потом еще с торцов немножко подсмажется. Вот. Этого достаточно. Дальше он еще может даже выдавиться. Пробив. Видите? Даже клеек повылазит. По местам. Так вторую. Ну и все. После прибития здесь я рубанком сношу вот так вот до конца. Чтобы у меня бортовая прислонялась. То есть задаю это в форму и на нет схожу здесь, выхожу. Вот так вот рубанком электро. Потом ручным подравниваю. Ну как? Пойдет. Это все сносится. Чтобы бортовая доска прислонялась впритык. Смотрите дальше. Все. Прикрепил. Оба. Сейчас клеек засохнет. Все. Железно. Следующий этап надо снимать. Я вам уже объяснял. Хочу обратить внимание. Вот. На скос, когда я вам объяснял, как надо вымерять. Видите? Вот эту линию. И вот эту. Они вот так вот совпадают. Должны. Об этом я не имею в виду говорил. Сейчас у меня угол задан. Все. Я это стесываю. Прямо иду. Задаю рубанку. Именно наклон. Вот этот наклон. И пытаюсь его держать до конца. Вот так вот иди. Вместе с рубанком проходить. Здесь выходить. Здесь уже потом на нет. Бортовая где-то здесь заканчивается. Доска. Тут дальше идет уже вставыш. Впоследствии увидеть. Как-то так. Тут тоже вставыш идет. У меня только 7-метровая лодка. Коротенькая. Хватило. Сзади вставыш было. А спереди одна на одну. Тут она внизу стоит. Малышка. Пацаны ее называют Малышка. Это вот первый мой ролик. Который я выложил для рекламы на Авито. Испытание. Вот она там есть. У нее нет переднего вставыш. Вытекает. Но это не беда. Все засохнет. Погодка позволяет. Правда, вон там тучка собралась хамурая. Солнышко. Солнышко с этой стороны. Куча облаков. Клей, в принципе, между тем, как его сдавливать, он схватывается быстро. А вот где погуще, может немножко дождем и размыть. Но он свое дело сделает. Не переживайте. Вот здесь у меня вылезло два гвоздя. Там как бы хватило длины. Здесь, видать, побольше убрал. Здесь структурка подходит. Видите, вот ее полоски. Я их туда загибаю. Это даже лучше. Еще надежнее. Намного. Может как бы меньше. Но я потом подшлифую, чтобы все будет красиво. Переживать не за что. Обрабатывать, обделывать. Это все уже, когда она готова. Перед покраской ее готовить. Это другое. Абсолютно. Сейчас у нас главная прочность. И устранение какой-нибудь там течи или чего. После сейчас я сейчас следующее сниму. Вот это уже не нужно. Когда дуги высохнут с клейком. Эти приспособки уже не нужны. Остается только вот здесь вот. На козлах, чтобы держалась лодка. Это все. Это чопиком сразу забьется. Вот так вот. Также смотрите в следующем видео. Подготовка, навеска бортов. Оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. И жмите колокольчик. Ждите новостей. До встречи.